Здравствуйте! Вы смотрите проект «В гости». Сегодня с нами замечательный джазовый музыкант, чье разнообразное творчество знают поклонники не только в России, но и во многих странах мира. Итак, сегодня с нами Олег Киреев. Здравствуйте, Олег. Очень приятно вас видеть. Спасибо. Олег Киреев – музыкант, композитор, основатель этно-джаз-ансамбля «Орлан». В детстве, обучаясь в музыкальной школе по классу фортепиано, Олег даже не подозревал, что судьба приведет его к блистательной карьере джазового саксофониста. Тем не менее, именно это и произошло. В 1986 году музыкант создал ансамбль «Орлан». Его концепция – это джазовая обработка этнической музыки Башкирии. Коллектив получил признание в СССР, однако в 90-е годы временно прекратил свое существование. Вскоре Олег Киреев получил приглашение на учебу в США, а вместе с тем уникальную возможность раскрыть и усовершенствовать свой музыкальный талант на родине джаза. С начала 2000-х российскому джазмену рукоплескали лучшие концертные площадки Америки, а в 2009 году его альбом получил номинацию на премию Грэмми. Сегодня Олег Киреев ведет активную музыкальную и концертную деятельность на двух континентах, в том числе в рамках возрожденного коллектива «Орлан». Давайте начнем наш разговор с ваших впечатлений о Владивостоке, потому что, к моему большому удивлению, вы сами начали этот разговор. Пробыв здесь буквально несколько часов, вы уже сформировали какое-то свое мнение о том, какие здесь люди. Конечно. Ну, я хочу сказать, что для меня очень приятный этот визит. Во-первых, это фестиваль, который ваш фестиваль известен на всю Россию. О вашем городе, конечно же, я, как любой россиянин, нас слышно очень много. И, конечно же, положительных вещей. Все мои знакомые, которые здесь побывали, спрашивают, как ты до сих пор не был. Но у меня не случалось до сегодняшнего дня, к сожалению, быть в вашем замечательном городе. Все-таки до вас не так просто добраться. Да, что не страшно. До самого въезда в город, уже в аэропорту, когда встречающие, или продавцы, попадавшиеся в том же аэропорту, в кафе, я заметил, насколько все-таки здесь, в хорошем смысле слова, люди с твердым характером. Я даже уже через несколько часов себе вывел такую форму настоящим характером. То есть это заметно, это очень здорово, потому что, например, на той же родине моей, Уфе, Башкирия, как бы все мягче, все медленнее, никуда не бегут. У вас практически московский темп жизни. Вы, кстати, не первая это замечаете. Да, фактически это очень интересно. И очень здорово, что вот находясь так далеко, тем не менее, я гляжу по афише, сколько много артистов разных жанров в вашем городе. Так что, я думаю, вы себя с точки зрения культурной, и вот рестораны, кафе замечательные, то есть ощущаете себя хорошо. Я очень рад, что у вас здесь так все здорово. Да, у нас нет ощущения, что мы на краю страны в этом смысле. Кстати, студенческий городок меня поразил, я сегодня не поленился, доехал туда. Здорово, то есть цивилизация прям вьет через край. Ну, спасибо вам за приятные слова. Я сказала в подводке, что ваше творчество действительно разнообразно. У вас есть множество направлений внутри джазовой музыки, которыми вы занимались. Вот здесь вы представляете ваш легендарный этно-джаз-енсамбль «Орлан». Почему именно его репертуар вы решили привезти сюда? Ну, во-первых, «Орлан» имеет большую историю. Как страшно это не звучит для меня, но он сам уже больше 25 лет, да. В 89-м году вышла первая пластинка «Башкирские легенды» на очень известной фирме, которая была известна в Советском Союзе, «Мелодия». А в то время выйти на этой фирме означало, что тебя знают все, не только в Советском Союзе, но далеко за ее пределами. Ваши соседи японцы, по-моему, в 95-м году присылали мне письма Олегу на свой виниловый альбом, как здорово и так далее. И не случайно мне захотелось привезти вот эту программу, потому что это как шоу. Мне хотелось с первой встречи с Владивостоком сделать, наверное, шоу, с такого театрального шоу, с видеорядом. Если вот вы сегодня побываете на концерте, вы увидите, что в наше время это необычный формат для такой музыки. Музыки, которые на стыке народной музыки, музыки Азии и Востока фактически, это горячие ритмы, тягучие мелодии, обрамленные фанк или там фьюжн. Что, к сожалению, на сегодняшнее время в России практически никто этим не занимается. Мы одни остались в этом такие. Музыки, музыка, музыка. Когда мой директор сказал, что есть возможность приехать к вам, и мы такие счастливые люди, что у нас ансамбль «Арван», а теперь является официально коллективом Башкирского государства филармонии. И получив грант в этом году, мы, конечно, стараемся доехать туда, куда нам хотелось бы поехать. И ваш представительный фестиваль показался нам тем интересным местом, куда мы собрались приехать. Конечно, нельзя оставить без внимания. Ваш красавец-саксофон вот у нас здесь лежит. Расскажите, пожалуйста, немного об истории этого инструмента, потому что явно видно, что это такой с характером мужчина. Да, вы перед съемкой сказали очень правильно, что это мой голос, я нашел с ним свой голос. Вот им интересно. Вроде бы саксофон-инструмент серийный, да. И многие музыканты профессиональные любят играть именно на старых инструментах. Обычно фирма «Сельмер», французская известная, 50-х, 60-х годов. А сейчас вообще многообразие страшное. Так вот это уникальный инструмент тем, что он аж с 1928 года. И находясь на фестивале в 1991 году, аж там, по-другому не скажешь, аж в 1991 году, в Днепропетровске. И мы выступали с Орланом, что самое интересное. Потом Орлан на многие годы распался и возродился всего два года назад. За кулисы зашел мужчина и говорит, тебе не хотелось саксофон посмотреть? У меня дома все равно где-то валяется ничем. Ну я ему говорю, давай, посмотрим. Он принес, а он вообще не строил. Я поставил ему штуку, он не играет. Представьте себе Уфа. Тогда еще летали прямые рейсы из Башкирии, но Украину в Днепропетровск, скажешь, сейчас никуда не долетишь без пересадки. Ну я поиграл, говорю, слушай, ужас какой. Говорю, да ну ты что? Он говорит, ну возьми за 100 долларов-то, я тебе его отдаю. А на 100 долларов тогда, как сейчас, тысяча, наверное, да. Я говорю, нет, такие большие деньги. Я говорю, нет, и улетел. Наверное, две ночи что-то я просыпался, думал, что-то не то, что-то надо. На третий день или на второй я вскочил, взял билет, прилетел. Да вы что? Да, вот такая... Я говорю, давай сюда с Афу. Он говорит, так не стройно же я. Он говорит, ну давай за 50 хотя бы возьми, раз ты прилетел. Я говорю, давай за 50. Я говорю, не знаю, зачем беру. Ну приехал самое интересное, приехал в Уфу. Поставил тот же самый мой штук, и он идеально заиграл. Что это было, почему он там не играл? Как говорится, это судьба. Да, это была судьба. Я почему боюсь глазить, чтобы его не потерять. А у вас вообще как у профессионального музыканта коллекция, наверное, да, инструментов? Нет, нет, у меня этот, еще я являюсь артистом одной известной фирмы, Саксфановой, которая чуть не без сценок, чтобы я на нем играл. Я иногда его играю, когда в ремонте или где-то. Еще есть сопрано у меня, Сельмар старый тоже очень. Я всю жизнь такой приверженец одного инструмента. Это действительно голос твой. Хотя есть музыканты, которые постоянно в поиске, они меняют музыканты, ищут какие-то саксофоны своего звучания. Вот мне как-то так повезло, я этим счастлив, что мне не надо никакое другое. Я пробую новый дорогий инструмент по 10 тысяч долларов. Все не то. Вот все не то. Значит, вы с ним нашли друг друга. Да, одна душа. В нужное время, в нужном месте, да. Ваши коллеги-музыканты говорят в ваш адрес множество комплиментарных вещей. И слышала даже такую интересную вещь, что вас знают лучше за рубежом, нежели в России. Вот вы по своим ощущениям согласны с этим? Ну, потому что в первую очередь я ориентирован. Джаз – это музыка все-таки американская. Надо не забывать корни оттуда. Это уже потом. Мы создали башкирский джаз. И, конечно же, в отличие от многих наших российских музыкантов, я помного жил и стараюсь там находиться и творить. В Нью-Йорке у меня постоянно идут проекты. Раз в полгода, месяц-два я там провожу. Потому что все-таки это родина джаза, и музыкант должен стремиться быть там. Тем более у меня вышел, по-моему, альбомов пять на серьезных лейблах американских, джазовых. Ну, я похвалюсь сейчас, раз вы меня спросили про западную жизнь. И про российскую тоже скажу. В 2009 году альбом «Мандал», кстати, тоже World Music, где играли музыканты из Сенегала, из Украины, то есть многонациональный. Он был выпущен в 2009 году в Америке и номинировался на Грэмми. А в этом году случилось другое приятное событие и чудо такое. Я записал альбом в прошлом году с выдающим струбачом Том Харлл, джазовый такой, Титан. 70 лет, сейчас он активно гастролирует. И у нас в составе были легендарные музыканты, ну, сегодняшние. Они молодые, но уже легендарные, потому что они играют с топ-звездами. Это Пэт Матинни, басист, Бен Вильямс и Джей Стрихон с Равиль Калтрейна, квартет. Вот такие. И мой пианист, американец тоже, и он же и продюсер, Кив Джаверс. Вот. И к чему я это хочу сказать, что мне очень приятно, что вы действительно правы. Например, у нас в России нет радиостанций джазовой. А в мире, особенно в Америке и в Англии, в Америке безумное количество радиостанций, в том числе кабельных, порядка, наверное, 40 только, которых я знаю. Вот в топе 200 американских джазовых радиостанций этим летом мы были 8 недель с этим альбомом, с последней. Мы были в топ-50, 8 недель, добрались до 25-го места, где американцы, выдающиеся, играют мою музыку. Не в этно-стиле, а в американском стиле. В вашу авторскую музыку. Да. И вот сейчас, значит, фирма, увидев такой успех, они снова, ну это уже другая фирма американская, подали на Грэмми этот альбом. Ну, надеюсь, в этот раз надо выиграть. Кстати, да. А вот по поводу России, ну, Орланд был всегда известен очень хорошо в Советском Союзе. Потом, вот в связи с тем, что я жил долго в Польше, там записывал с польскими музыкантами. Ну, Москва меня прекрасно знает. В городах России, например, недавно Орланд мы приехали в Екатеринбурге, на нас был аншлаг. Еще люди помнят, когда мы приезжали в 92-м году. В Москве у нас 30-го ноября у нас в Международном доме музыки вот это же шоу, которое в вашем городе. Очень статусное место. Так что все нормально, все хорошо, мы известны. Ну, я рада, что все так прекрасно складывается, сбалансировано, да, скажем так. Вот Петр Подгородецкий, с которым я знаю, что вы в хороших отношениях, сказал, что по-настоящему большие музыканты в жизни всегда оказываются очень простыми людьми. Вот вы перечислили ряд имен действительно очень знаковых для современной джазовой музыки. У вас тоже сложилось такое впечатление? Одна из причин, почему я часто уезжал из России, не про Уфу, а в Москву, когда я попадал в первый раз, именно вот это, ну, мягко скажем, неоправданные понты наших музыкантов, которые для того... Я всегда считаю, что человека надо окунуть в ту конкурентную, высококонкурентную среду в любой сфере, чтобы вот эта звездность, эта заносчивость уходила. Почему? Потому что действительно, в первую очередь, в Америке музыканты думают о своей профессии по-настоящему. Ты не встречаешься ни на одном концерте, даже незначительном, чтобы музыкант, как наш россиян, ему сказали, ты где сегодня? Завтра тебе позвонили, на какую халтуру бежишь? Или что-то, ну как, хорошо вчера потусили. Вот этого нет, вот это отношение к профессии, наверное, и, конечно же, другой менталитет помогает музыканту понимать, что он в этом мире стремится к какой-то художественной цели и в силу своего таланта реализуется. Он не делает из этого какое-то такое божество из себя для себя и окружающих, и не создает проблемы, это действительно. И очень часто эти люди, я много и дружу, и люди из старшего поколения, которые вообще, там, запись, которые в истории остались аж с 50-х годов, Джордж Кейблс, потрясающий пианист американский, игравший с Декстером Гордоном, не помню уж с кем, несколько раз ко мне приезжал в Россию, сюда, в Америке мы с ним общались и играли. Это просто душка. И вот таких людей, душек, которые настолько открыты. Я всегда говорю, как человек живет, так он и играет. Вот этот закон, поверьте мне, работает. Есть исключения, есть и странные звезды, с которыми ты больше двух минут не можешь провести, но это, скорее всего, исключение из правил. Америка является родиной джаза, но, тем не менее, есть целый ряд стран, где джазовая культура на достаточно высоком уровне. И в таких странах, включая Польшу, Великобританию, вам доводила жизнь. Расскажите, как вот эти страны обогащали вас, ваше понимание этой музыки? Очень хороший вопрос, спасибо вам. Дело в том, что действительно это так. Дело в том, что Европа была более образованной, чем Америка, это однозначно. Какие бы новые технологии, силиконовые долины там не возникали, куда уже стекаются все лучшие умы и так далее, да. И Америка в целом нация, а как Владивосток такой, настоящее, правдивое, в историю вошедшее своими достижениями, это все правда. И сейчас, когда ты хочешь уже в Манхэттене находясь, ты понимаешь, что вот на этих улицах в 40-х, 50-х годах в истории, когда читаешь, здесь играл Джон Каутрейн, здесь Чарли Паркер, и они описывают, что Майлос Дэвис, мы закончили здесь джемсейшен, и перешли в соседнюю, через 10 метров там играет Тулониус Монг. С удивлением это понимаешь, что сейчас ходишь, это современный город, где так же кишит людьми, идеями, но уже таких гениев нету. Так вот я хочу сказать, что, конечно же, в то время, особенно темнокожие музыканты, в первую очередь получили возможность хороших заработков, когда они увидели, что в Европе первый оркестр, допустим, Дюк Эллинтона приехал, и с восторгом эту музыку свинка восприняла европейская аудитория, публика. А уже дальше произошел такой естественный микс, когда музыканты, получавшие классическое образование, я имею в первую очередь, европейцы, стали экспериментировать с американским джазом. И невзирая на то, что сейчас, конечно же, темнокожие, всегда есть такой внутренний конфликт о темнокожих, они считают, что они играют настоящий джаз, а вы белые, типа там подражатели или что-то. Но подсознательно или в силу, конечно, культуры и менталитета европейцы, используя эти технологии и подражая американцев, безусловно, достигая высоких результатов в этом искусстве, развивали свое такое направление. Он белый джаз. Тем не менее, европейцы воспринимают джаз порой даже лучше, чем американцы. Ну, потому что американцы для этого звучало с детства с молоком матери, все для них это песенки. Вот уже другое дело, что как настоящее искусство, скорее всего, даже Европа сформировала отношение к джазу. А вы, кстати, слышали, что про вас говорят, что вы настолько уникальный саксофонист, что такое ощущение, что внутри вас живет темнокожий музыкант? Ну, не знаю, но я... Я такое встречала, да? Ну, может быть. Именно в вашей адреске. Дело в том, что у меня даже для себя какое-то время выбрал пословица такой «свой среди чужих, чужой среди своих». В самом хорошем смысле слова, что мне вот в игре более понятен и ближе по духу, как играют черные музыканты. И я стремился, и как-то внутренне... Я когда-то для меня нет раз с белым прекрасным, с черным музыкантами. Они меня всегда воспринимают как своего. Это очень хорошо. Вот джаз может звучать на совершенно разных площадках. Это и известные фестивали, где собираются тысячи людей. Это какие-то крупные концертные залы. И это те самые легендарные небольшие джазовые клубы, которые есть в Америке, в Нью-Йорке, в Чикаго. Вот те мои знакомые, которые любят джазы, которые имеют возможность ездить по миру, говорят, что вкуснее всего он звучит именно в этих маленьких клубах, в которых он зародился. А вы чувствуете разницу, как эта музыка обитает на разных площадках? Ну, они абсолютно правы. С точки зрения контакта зрителей и слушателей, и часто акустического, это очень здорово, когда маленькая аудитория. Другое дело, что прелесть большой сцены тоже есть. Ну, для примера, для более понятного, для более широкого круга людей, кто слушает хотя бы так или иначе хорошую музыку, понимает, что есть стинг, допустим. А стинг будет играть и петь свою музыку в акустику в клубе. Это будет невероятно приятная атмосфера и настоящее живое общение. И когда я его смотрел, например, в Олимпийском, все равно это тот стинг, который выступает для огромного количества людей. И ты понимаешь, ну, в клубе это невозможно, чтобы такое было звучание. Потому что шоу само подразумевает вот такое восприятие. Поэтому они правы с точки зрения общения с артистом. Его интимности со зрителем – это, конечно, лучше клубное. Но у программ бывают разные задачи. Например, сегодняшнее шоу, в котором мы играем, оно рассчитано на большие в основном площадки такие, когда требуется видео, ряд и так далее. А у вас замечательно, филармония как раз среднее такое звено. Да, если что-то среднее. Между клубом фактически, оперным театром. Я поразил многофункциональность филармонии. Просто уникально, здорово. Хотела бы вернуться снова к вашему коллективу «Орлан». Вот вы когда возродились снова в вашем золотом составе, скажем так, я помню, вы рассказывали в интервью, что хотелось бы не просто снова создать ансамбль, но сделать некую студию, в которой была бы возможность молодым музыкантам приобщаться к джазу, с вашей помощью постигать эту музыку, пробовать себя в ней. Это удалось или удается? Когда ансамбль «Орлан» с золотым составом возродился в прошлом году в филармонии, одна из целей того, чтобы «Орлан» делился своим опытом, не только исполнительским, но и воспитывал себя, аудиторию, и в первую очередь себе, к своему городу. В том числе и приобщал слушателей, маленьких слушателей, к хорошей музыке. Первое, что было сделано, ансамбль был заявлен как ансамбль-студия. То есть существует золотой состав, и на базе этого состава сейчас формируется детский биг-бенд. Кроме того, идут регулярные программы, которые я придумал авторскую. Называется она «Джаз для детей». Не только она, она очень популярна на «Седан Шваги» два раза в месяц. И приходят и дети, и взрослые. Тут баланс интересный и детям, и взрослым. Мы путешествуем, допустим, по жанрам. Допустим, есть «Музыкальный мир» в Бразилии программа. Или там детям расскажут, что такое саксофон в джазе, труба в джазе. И кульминация момента происходит, когда посередине концерта толпа целых детишек выскакивает, они уже готовятся, ждут к этому, они поют песенки из мультфильмов под аккомпанемент ансамбля джазового. В общем, у вас там интерактивное все. Да, или джеб-сиши. Дети приносят саксофон, баяны. И вот они играют уже. Да, причем меня удивляют современные дети. Они выходят, не стесняясь, без комплексов, садятся с ансамблем, они играют всю форму, все знают. Вот 90% детей уникальное. Выходит, или, например, девочка выходит, я спрашиваю, она говорит, я не играю, но на сцену ее тянет. Она выходит, но дети любят же некоторые, расскажут. Она начинает рассказывать, допустим, какой-то стих. Не Агнии Бартова, неважно, кого-то. Она начинает читать стих, а в этот момент мы начинаем ей какой-нибудь хит-хоп подыгрывать. И получаются очень забавные такие вещи. И детям это очень нравится с родителями. Конечно же, ансамбль студии очень хорошая форма для такого развития. А вы когда остаетесь наедине с самим собой и ставите какую-то пластинку джазовую, вот это чаще бывают какие-то современные исполнители или легенды джазовые музыки? Нет, я всеяден. Я могу, если хорошая русская попса, я даже ее с удовольствием служу. Да, вы что? Конечно. В автомобиле нет проблем. И подпеваете? Конечно. Вы помните песню, даже смешно, наверное, некоторые расстроятся, скажут, такие умные речи говорят. Ну вот, допустим, был момент в моей жизни, допустим, сентиментальный лет 10 назад. Меня так трогала песня в исполнении того же Филиппа Киркорова «А я и не знал, что любовь». По-моему, там вся страна пела, а для меня она особенно была актуальна. И вот, ну, конечно, я вот полушутка такая, но факт такой, что красивая мелодия – это самое главное, неважно в каком жанре и направлении. Я как раз противник вот таких сложных форм, которые еще и сыгранных не талантливо, которые выдают себя за джаз, за новую музыку, за классику современную, когда наоборот отпугивает слушателя, зрителя, которые, наоборот, не захотят прийти на следующую очередную хорошую встречу, концерт. Нам нужно потихонечку завершать разговор. По законам театрального жанра, если на сцене есть ружье, оно должно выстрелить, а по законам телевизионного жанра, если лежит инструмент, то, наверное, он должен зазвучать. Саша, я хочу вас поблагодарить за интерес, потому что, вот, например, в регионах, а вы тем более подальше находитесь от центра, очень здорово, что и вот у вас здесь телевизионная радиокомпания поддерживает фестивали, концерты, очень здорово, например, в Москве гораздо сложнее с этим. Так что вам огромное спасибо за этот интерес. Дело в том, что все любят лето, и все говорят мне, как замечательно здесь у вас летом, абсолютно верю, с такой природой и с такими девушками, все понятно. Здесь просто, да, надо воспоминания сыграть. ПОЮТ НА ИНОСТРАНСКОМ ЯЗЫКЕ Вот так. Прекрасная мелодия Sama Time стала завершением нашей программы. Спасибо большое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова